Девушки отдыхают Можно начинать, да? Довольцы, тогда, может быть, в начале, чтобы призвать благоприятную атмосферу, пропоём вот этот имен, посвящённый Васудеве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я сегодня попытаюсь раскрыть довольно большую тему касательно дыхательной гимнастики йогов, пранаяна. И у нас она будет состоять из занятий из двух частей. Одна часть – это философская, которая объясняет сам феномен дыхания с точки зрения ведического знания. И мы обсудим это, изучим. Очень глубокие истины на самом деле в этом содержатся. И потом вторая часть будет практическая. На этой части мы изучим сегодня шесть упражнений дыхательных по системе пранаяна, которые очень полезны во всех отношениях, как для здоровья, так и для духовного развития. Итак, начнем с философской части. Пранаяна. 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 Пранаяна означает дыхание, дыхание, воздух. Яна – контроль, управление дыханием. Пранаяна. 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 И мною была переведена… Переведен один достаточно интересный ведический текст, который включен в приложение книги «Мадвачарья и Учитель мира». Здесь имеется полный перевод. писания, называемого шат прашного панишат, шат прашна означает шесть вопросов, шесть вопросов, которые были заданы в далекой-далекой древности, на заре творения, шестью мудрецами, их духовному учителю, которого звали випалайна, випаллада, и вот эти шесть вопросов, они на самом деле необычайно глубокие, они вообще описывают, как этот мир возник, какова основа мира очень глубоко, какие силы поддерживают наше существование, и одна из тем, одна из центральных тем, которая описана как раз в панишат, это прана, что такое прана, и я тогда постараюсь вам кратко изложить эту тему, рассказать, что она из себя представляет. в ценам, особенно эта тема начинается с третьего вопроса, и здесь приводится история, которая некогда произошла во вселенной, даже не в третьем, а во втором вопросе, там описано, что вот в нашей вселенной, в нашем мироздании есть множество божеств, которые повелевают стихиями природы, и помогают нам жить в этом мире, то есть эти божества, они известны в разных древних культурах, в том числе в древней ведической культуре, в России, на территории России пополнялись разные божества, богу воды, богу солнца, богу огня, например, бог огня, он повелевает речи человека, за счет него наша речь функционирует, бог солнца, он дарует силу глазам, то есть он освещает мир, и мы поэтому можем пользоваться зрением и смотреть, видеть объекты этого мира, ну и разные другие божества, есть блок воды, он отвечает за жидкости, циркуляция жидкости в теле, и однажды вот эти божества, когда ты назови творения, они собрались и несколько позабыли, что есть Всевышний, фактически они, хотя и обладают полномочиями, но каждый из них независим сам по себе, все они подчинены высшей силе, есть единая власть во всем мире, как раз вы говорите, Господь Всевышний, но каждый из них стал думать, что немножко преувеличивать свое собственное могущество, и даже стал такой вопрос, а кто из нас главный, и каждый стал думать, ну наверно я главный, с точки зрения эго, такая есть тенденция, эго есть у каждого из нас, и каждый хочет быть главным, и возник такой спор, что я главный, я главный, и тогда они решили, давайте испытаем, проверим, кто главный, и строим испытание, ну вот, и они взяли тело, и, то есть испытание было такое, без чьего присутствия тело не сможет жить, значит тот и главный, но можно видеть, что разные органы чувств, они могут у человека отсутствовать, но он все равно живет, и поэтому жизнь-то по сути дела наша основывается на дыхании, самое главное это дыхание, праны, и поэтому управитель праны, управитель дыхания его еще называют мухи праны, он сказал, что вы не будьте в иллюзии, без меня вы все ничего не можете, а они говорят, как так мы можем, да мы можем все, мы каждый будем свое дело делать, о чем тут ты, он говорит, ладно, смотрите, и он взял и вышел из тела, и тут же тело упало, без чувств, то есть все чувства, они остановились, ни глаза, ни слух, ни осязание, ни обоняние, эти пять чувств, которые у него человек снабжен, они без дыхания оказались, сразу отключились, и когда дыхание опять, он показал им это, и опять вернулся в тело, опять тело задышало, и сразу все чувства, раз, и включились, заработали, и таким образом показано, что все, ну вот наше тело достаточно сложно устроено, Слав, это не простой такой механизм, только разнофункциональный, многофункциональный, то есть мы можем и видеть, то есть зрительную информацию, мы можем слышать, мы можем обонять, мы можем думать, вот, но даже ум без дыхания, он не работает, оказывается, потому что вот, там был среди них Бог Луны, который управляет, которым управляет, который управляет умом, вот, и он даже тоже ум сам включается, вот, и поэтому они все стали, все прославили его, вот именно вот это божество дыхания, и тут приводится пример, то есть такой показательный, практический пример, как из природы, насколько важна, ну вот его функция, сказано, что, ну вот, знаете, есть ульи, пчелиные ульи, и длинный рой, это такое социум, социум пчел, и он очень строго организованный, то есть все пчелы, они живут в этой сообщности, они родные, хотя они каждая индивидуальность, но они, одна пчела не может отделиться, то есть они живут, либо живут вместе, либо умирают вместе, либо остаются на месте, либо улетают, и оказывается, в пчелином улье, или в каждом пчелином рое, есть одна главная пчела, это матка, пчелиная матка, так вот, сказано, что, если эта пчелиная матка улетает из ульи, что-то ей не понравилось, она просто решает, что нет, я здесь не хочу находиться, улетит в другое место, то там, может быть, все другие, несколько сотен пчел, они тоже улетят, они не могут остаться, и так же самое все остальные наши органы, допустим, душа воплощенная в теле, дыхание останавливается, а душа думает, что нет, я еще хочу что-нибудь посмотреть, или послушать музыку духовную перед смертью, подождите, нет, если дыхание ушло, то все, все остальные, даже ум, он тоже подчинен дыханию, так же, как вот эта пчелиная матка улетает, и все пчелы они, другой пример приводится, как царь, когда царь идет, то какие бы там знатные вельможи, или министры, перед царем, они все просто сзади за ним идут с приема. Это вот как раз первый, второй вопрос, он описывает важность дыхания, мы начнем с этого, с важности дыхания. И далее, хорошо, то есть мы поняли, что дыхание это важно, что это основа жизни. Следующий вопрос, он состоял из нескольких частей. Ашвалайна из Кашала задал Бетполаде вопрос, состоящий из следующих пунктов. О исполненный достоинств мудрец, пожалуйста, скажи, от кого родился Мукхепрана, как он входит в физические тела уплощенных душ, на какие части он делит себя, осуществляя жизненную деятельность тела, каким образом он покидает тела в момент смерти, и как он поддерживает внешние объекты мира, и как он поддерживает тела всех душ изнутри. Такой сложный вопрос, много пунктов. Это как раз обустройстве, обустройстве тела. И учитель очень оценил этот вопрос, он говорит, что ты молодец, очень умные вопросы задаешь, это очень глубокая тема. И тут сказано, что откуда появилось дыхание вообще с самого начала, как этот процесс начался. Ну, как раз среди всех полубогов главный – это бог дыхания, но есть кто-то выше него. И выше него стоит как раз Всевышний – это душа Вселенной, Господь, и от него появился бог дыхания. Он первый родился в этой Вселенной, он стал богом дыхания, и богом первозданного сознания всех живых существ. И, в принципе, он так же, как есть творец Вселенной Брахма, он пронизывает своим интеллектом всю Вселенную. И когда он появился, он как… его дыхание наполняло всю Вселенную, и потом это дыхание стало делиться на маленькие подразделения. И каждое подразделение, оно превратилось в маленькое подобие Вселенского тела. И каждое подразделение – это отдельное живое существо, отдельный человек. Поэтому говорится, что все мы, как внутри каждого человека свой мир, и он по образу и подобию напоминает весь Вселенский мир. Есть макрокосмос, есть микрокосмос. То есть каждый из нас представляет из себя микрокосмос. И что это дает, что это показывает? На самом деле, да, у нас имеется возможность, если мы расширяем свое сознание, получить любую информацию обо всем мироздании. Потому что то, что внутри нас есть, оно все есть и вовне. И мы можем узнать обо всем. И вот такие древние мудрецы, йоги, они с помощью медитации, с помощью духовных практик, они могли получать любые ответы на свои вопросы. Арифметика такая, пытаемся решить какую-то задачку. Но многие из Вселенских истин, они непостижимы с помощью логики, с помощью просто нашего интеллектуального усилия. Поэтому, чтобы познать их, нужно погрузиться в транс, и пытаться получить это знание, обрести его через форме откровения, через медитацию. И как раз к этому направлены эти духовные практики востока, об этом здесь дается намек, что так следует поступать. И далее здесь сказано, что Божество Духа и Мухи Прана, он входит в каждое тело. И в каждом теле есть разные, совершенно разные функции. В целом, обозначено, что он делится на пять воздушных потоков, которые управляют всеми функциями жизни внутри нас. То есть, если в целом брать объяснение существования человека, мы заключены, мы живем в грубом физическом теле, которое называется на Санскрите «Ствула Шарега». Это тело, оно как средство передвижения для души, как автомобиль, допустим. Душа сидит внутри тела, но есть парадокс такой, то, что тело, оно материальное, то есть оно в какой-то момент возникает, растет, сохраняется, потом улетает и со временем разрушается. То есть тело, оно соткано из материи. Тогда как душа, она, это не материальный элемент. И у нее нет ни рождения, ни смерти. И оно совершенно иного качества, чем физическое тело. Тогда вопрос, как же возможно совместить две такие несовместимые вещи? Душу и грубое физическое тело. За счет вот этого права. Да. То есть, на самом деле, ответ в этом и заключается, что между душой и физическим телом есть некая промежуточная энергия, среда, которая представляет собой тонкое тело, сукшма-шариля. И эта сукшма-шариля, она состоит из пран, воздушных потоков. И душа, она, это же духовная искорка, она плавает в воздушных потоках. Все эти потоки, они объединяются вокруг сердца человека. То есть, наше сердце, это источник различной жизнедеятельности. И душа плавает в них и распространяет через воздух праны свое влияние на все тело. Не только на тело, но также и действует посредством рычагов инструментов праны. Она приводит тело в действие, и с помощью этого тела мы можем совершать различную работу в этом мире. И здесь объяснено, какие пять делений праны внутри тела. Пять воздушных потоков, они описаны. Это прана, апана, самана, вьяна и удана. Вот, и мы можем это кратко разобрать, как эти потоки действуют, где они базируются. Вот так. Вот так. Я верно начал. Я даже, вот, молитву, может, тут зачитаю, чтобы было более понятно. Апана. Ну, вначале так можно. Апана – это воздушный поток, который находится у человека в копчике. И он связан с землей, связывает нас с землей. Мы получаем энергию земли. И за счет него происходит очищение организма. Апана. То есть это анус. Какие-то вот из упражнения исходят из тела. Частоты выводятся. И элемент земли, тело состоит из элемента земли, очищается. Это апана. Это апана. Потом, значит, следующий поток – это прана. Апана, за счет него у нас действуют органы познания мира, которые расположены все в голове. Это глаза, зрение, воняние, слух, ум, ощущение вкуса. Интересно, что большинство этих чувств, они расположены именно в голове человека. И среди прочих существ, человек, он выделяется тем, что он такой головастый. Но если кто-то такой умный, ему говорят, что да, головастый парень изображает. То есть почему? Это издревле и такое понятие, что голова, мозг, мозг, много серого вещества, наверное. Но это, на самом деле, все зависит не от объемов. У кого-то, может быть, голова не такая большая, но она соображает очень хорошо. У кого-то гораздо крупнее, но она менее эффективно используется. Но в целом, педа, говорится, что вот эти главное богатство живого существа, родившегося в человеке, это органы познания, которые расположены в голове. Потому что мы можем видеть, можем изучать священное написание, можем слушать. Также мы можем познавать истину посредством вкушения божественной пищи. Тоже правильно. Очень глубокие истины можем познавать. Какой-то был пран. Именно прана, она питает все эти органы. И далее есть Вьяна. Вьяна, оно сравнивается с движением воздуха во Вселенную. То есть мы видим, что во Вселенной, в мире все время циркуляции, как воздух, воздушный циклон, там все крутится, ничего не стоит, постоянно это движение. То же самое внутри нашего тела. Покуда мы живем, вот это движение происходит. Разные жидкости, кровь, лимфа, пища движется по желудку, кишечник пульсирует, все. И это нормальный тонус жизни. Если где-то эта пульсация нарушается, какие-то вот каналы, говорят, что в теле есть меридианы, вот эти энергии, которые сверху донизу проходят. Как возникает болезнь? Это как раз в результате того, что в некоторых местах вот эта аура, она становится зажатой. И уже энергия не проходит. Кровоснабжение нарушается, что-то там не циркулирует. И начинается застой. В яна разгоняет все это по всему телу. Циркулирует, циркулирует, циркулирует. И дальше есть еще самана. Самана – это четвертая особая, очень уникальная функция в теле, которая регулирует вдохи и выдохи. Она распределяет всю энергию по всему телу. Балансирует, держит в теле баланс. Сама она отвечает за внутреннее пространство внутри. Яна – это движение воздуха. Но чтобы воздух двигался, должно быть пространство. Акаши, эфир. Если пространства нету где-то, то ему негде будет двигаться, и проблемы возникают. То есть у нас есть разные органы внутри тела. И существует такое понятие, что каждый орган должен находиться на своем месте. У каждого органа – сердце, легкий, желудок. Иногда, если человек заболевает, когда он в неправильный режим жизни или как-то надрывается, то у него органы съезжают, смещаются. Допустим, он кушает очень много, у него желудок растягивается, он смещается вниз. и начинает там что-то передавливать. От этого кишечник хуже начинает. Потом живот съезжает. И разные реакции происходят. Легкие зажимают. В конце концов. Т.е. внутреннее пространство нарушается. Эфир. Сама она… Нету баланса. Сама она означает баланс. И когда все в балансе, все в гормонах. И когда что-то не туда смещается, то те, кто занимается медициной, они понимают без этих занятий. То, чтобы понять, необязательно медициной заниматься. Достаточно поесть, как следует. Да. Да. Даже просто… Допустим, каждый имеет такой опыт. Поел когда слишком много и как-то не то ли сразу. Просто так тяжело там все передавливать. Горевый бок. И так все же. Сама она это… И далее еще есть пятый, последний воздушный поток. Это… Его называют удана. И он является огненной энергией внутри тела. Теджасом. Вот. И этот воздушный поток, он… Значит… Его местоположение – это у основания шеи. Это вишутха чакра. Йоги. Вместо теджаса. И… А энергия его движется по центру позвоночника, по особому каналу – суши манаги. Который называется суши манаги. И здесь… Говорится, что… Значит… Вот эта удана… Она… Она приносит плоды живым существам. Награждает плодами. В частности, награждает плодами, как в течение жизни, так и после того, как душа оставляет. Теджас. После того, как душа уходит из тела, то теджас, он в зависимости от состояния теджаса определяется, куда душа отправится. То есть… Если человек, он практикует духовные дисциплины, очищается, идёт к свету, то он становится наполнен теджасом. И помимо того, что его тело, оно становится больше огня, оно становится здоровее, у него… Его разум становится особенно просветлённым, сияющим. Так как, как видели, изображают лики святых и православной церкви. Вокруг них такие нимбы, свечения. То есть это, в принципе, изображение особой ауры. Такой эффект происходит, когда человек наполняется теджасом. Какие-то энергии. И вот, говорится, что… Ну, как вот внутри позвоночника у нас как будто градусник такой. Видели, да, градусник есть? То есть, градусник показывает температуру. После лета она может, плюс 30. Зимой там может, минус 30. И в соответствии с этим, то есть, ситуация очень сильная. Обстоятельства жизни сильно меняются. Также… А это вот состояние теджаса, это и градусник, который показывает состояние существа. Воплощенного существа. Если он сильно падает, то сознание опускается либо на животный уровень, либо даже жизнь становится мучительной. Она такой подобной адской. Иногда теджас, это вот… Он приносит нам какие-то плоды, кармы во время сна. То есть, мы либо болеем, либо хорошо себя чувствуем, а во время сна теджас, он может нам… Если он активирован, то мы можем какие-то очень светлые снинуть. Это хорошие плоды. Или же наоборот. У каждого иногда случается, что заболеваем, и тогда какие-то основные моменты такие… просто кошмарные. Совершенно никакого отдыха. Что-то снится. Какие-то навязчивые идеи там. В общем, неприятное состояние. Иногда человек просыпается в холодном поту. Иногда он просыпается, и какое-то время нужно отходить от этих ощущений. И это… в это состояние теджас его опускает вниз. Он также имеется некоторое соединение с низшими сферами Вселенной, даже адские миры, иногда даже адские сны. Тело их во время сна может испытывать ощущение наподобие того, что в аду происходит. На уровне сна. То есть… ну, это иногда бывает такое своего рода предупреждение, да? То есть неправильно живёшь, совершаешь какие-то греховные действия, получаешь плохие, дурные реакции к армии. Уже начинается предупреждение – плохие сны, плохое состояние. Если человек, он не принимает миры, как-то не перестраивает свою жизнь, то потом он вообще теряет возможность уже находиться в человеческом теле и падает в низшие миры. То есть он уже полностью переносится туда, может попасть в ад. на многие годы. То есть тэджис – это как раз показатель состояния человека. В принципе, тэджис. Тэджис – это всё не у тэджисов, что есть? Да. От тэджисов всё зависит. Ну, как показано. Пока… Ну, многие люди, они находятся… у них тэджис, так, на среднем уровне. Немножко пробуждённый, но и не совсем утухший. Вот. И поэтому в таком сознании люди живут в этом мире. То есть в мире людей. То есть в среднем. Но те, кто вдохновляются пойти по пути совершенствования, самоосознания, то есть они увеличивают именно. И тогда для них открывается путь к очень божественной, совершенной мере. Довится, что именно тэджис переносит душу в следующее рождение. То есть прама, наше дыхание, оно соединяется с нашим тэджисом, и тэджис он туда. Если вверх, то пошёл вверх. То есть в зависимости от… ну, насколько человек заслужил, он может подняться либо какие-то средние, чуть-чуть выше земли уровня, либо рай. Чисто духовные личности, у которых тэджис полностью раскрыт, они возносятся в вечные мере в царство года. Либо сами они, это называется путь освобождения, либо сами они могут туда подниматься, либо их забирают просто. То есть это две опции есть. То есть есть такие йоги, которые сознательно уже готовы уходу из жизни, и они чувствуют этот канал уже. Они имеют опыт вхождения в него, в сушу, в нанаде. И этот канал, он, это наш индивидуальный каналчик, который связывает нас с Солнцем. Изначально он энергия, энергия тепла. То есть они по этому каналу, они восходят к Солнцу постепенно. Там есть ступень, очень высокая и показательная ступень мистического совершенства, если человек достиг Солнца. Потому что пройдя через него, практически вся карма, все грехи сгоирают. То есть кто достиг, прошел через... Потому что это как чистилище такое, все сгорает, душа уже, ну, почти уже духовное существо. Уже легче как-то дальше двигаться. На белое уровне Солнца там, как бы, нужно укладывать усилия, подниматься и постепенно. Хорошая карма тоже сгорает. Все сгорает. Плохая, хорошая, все. Наверное, да? Ну, да. Позвестно, она бывает. Ну, может какая-то карма остаться еще хорошая? Если эта душа планирует остаться там где-то, в грайских унирах, она может остаться еще на полпути. Сдержаться там сколько-то тысяч, миллионов лет, жить в районе. Чуть-чуть. И потом уже только после этого, получив опыт наслаждения и идёт дальше. Но те, кто проходит через Солнце, они, как правило, назад не возвращаются. Это путь Света. Тогда как другой путь восхождения описан. Лунный путь. И он тоже, вроде как, ведёт наслаждение в рай. Но он называется путём тьмы. Потому что тёмным путём. Потому что идущие по нему, они возвращаются назад на Землю. Они только смогут исчерпать, достигнуть… Или водички хотя бы? …кого-то уровня благочестия, исчерпать свои запасы. И опять им нужно вернуться на Землю, чтобы новые ресурсы благочестия, там, всяких вещей накопить. Ну, в целом, вот это такая ситуация описана насчёт этих потоков, пяти воздушных потоков. И Упанишат, сами вот эти писания, философский раздел в ведах, и он предназначен неким образом приоткрыть для нас божественную реальность. Уникальную божественную реальность. И это делается здесь. Вот я описал, в принципе, вот эти функции праны. Можно же их рассматривать просто как телесные функции. как явление, связанное непосредственно с Богом. Это я сейчас опишу. Ещё один момент я пропустил. Иногда задавался вопрос, как вообще поддерживать эти потоки, чтобы все потоки работали хорошо в воздухе жизни. И тут сказано, что каждая стихия праны связана с соответствующей внешней стихией. Допустим, ну то есть со стихиями природы. Например, движение ветра в теле, оно хорошо работает, когда мы соприкасаемся с природой на воздухе, где мы находимся, где естественные ветра, они движутся, и их движение, оно как бы стимулирует наше движение внутри. То есть это все знают из практической жизни практически, что мы можем ощущать себя совершенно по-разному. или мы сидим, допустим, сутками в пыльной квартирке, в этом холодильном доме, где мы оторваны от природы, и через какое-то время просто становится тяжело, начинает ли голова гореть, в принципе такое. Зачастую сложно высадить, оскверненное состояние. Но тогда как наоборот, если на природу выезжаешь, то просто наполняешься энергией сразу, ну там аппетит такой замечательный, воздух надышался, огонь в теле, все вот эти внешние праны, она активирует нашу внутреннюю прану. Поэтому изначально заложено, что человек, он должен жить в гармонии с природой. Если мы живем в гармонии с природой, то и у нас внутри будет гармония, как душевная, так и физическая. Вот это вот такой важный момент, и он является практическим доказательством вот этой философии, что это не просто что-то оторванное, чисто какие-то теоретические вещи, которые никак невозможно понять. Это мы все наблюдаем, и мы можем чувствовать в себе самим, как вот эти вещи работают. Сейчас я постараюсь раскрыть эту философскую идею о связи нас с Богом очень глубокую, которую здесь написано. И описание ее для обсуждения возникло, опять же, на основе одного из вопросов, которые были заданы отрицанием. Вопрос такой. Понятно, человек живет, мы живем в этом мире, и мы стараемся действовать, совершать разные усилия, чтобы поддержать свое тело, когда мы будем строить. Мы знаем, что тело нужно разминать, нужно иметь средства к существованию, чтобы содержать жилища, нужно иметь средства, чтобы кушать, чтобы было пища. И в пробужденные жизни мы поэтому прикладываем эти усилия. Но что происходит, когда человек спит? В пробужденном сознании, да, наши чувства действуют все, мы видим, слышим, мы совершаем работу с помощью своих рук, ног, головы. Но во время сна что происходит? Материцы задают вопрос. То есть, что это за состояние сна? Потому что, в принципе, иногда сны, они бывают очень похожи на реальности, да, как будто наяву все. Что это за состояние сна? И тут описано, что на самом деле во время сна вот эти вот полубоги, которые помогают нам использовать разные чувства, управители рук, ног, глаз, ушей, обоняния, то есть они все идут туда, где находится ум и соединяются с умом. И поэтому во сне то, что человек видит, слышит, он может ходить, кушать и еще что-то делать, это все, хотя очень похоже на действие, которое мы в жизни совершаем, это все во сне. То есть это все муме на самом деле. И вот эта вот разновидность сна, когда мы видим сновидение. Внешнее сознание, чтобы в него войти, то наша энергия прана, она должна включить голову. Как мы говорили, что голова – это центр познания человека. То есть если прана запускается, ну вот как мы тут сегодня мучились, было сложно компьютер включить, ну что-то там раз и переключается. То есть вот экран, допустим, сейчас все пользуются компьютером, это как голова, допустим, да, он просто раз и выключается. Ну это бывает, если больной человек, да, вот ему очень плохо, что-то у него нарушено, то есть его пытается привести в сознание, он только раз, только приходит в сознание и опять теряет сознание. То есть потому что голова у него не включается, вот экрана не достигает головы. и тогда во время сна активизируется энергия Тэджиса, которая расположена как раз в основании горла, и душа видит сны как раз на этом уровне сознания. То есть она немножко опускается, и какие-то грёзы, то-либо всё, это здесь видится. И все чувства тогда вот рядом с умом находятся, и, вот если вы говорите, что человек не ходит, ничего не делает, поэтому говорят, что он спит. Внешне он спит, он дышит только, дыхание так и сохраняется, но всё остальное его нет. Но ведические мудрецы, они заглянули очень глубоко в устройство человека, и поняли, что помимо сновидений, оказывается, у нас есть ещё одна особая фаза сознания, которая наступает во время сна, разновидный сна, на санскрете он называется су-шупти. Шупти означает сон, су-шупти очень, очень глубокий сон. И во время этого глубокого сна, душа, сознание, точнее души, опускается ещё дальше. Оно просто находится в это состоянии в сердце, и обретает соприкосновение, неосознанное соприкосновение с Богом. То есть он понимает, что Господь, он своим присутствием проявляется тоже в сердце каждого из нас, и своим присутствием он обеспечивает нашу Вселенную, чтобы она существовала, нашу маленькую Вселенную. Вселенная может существовать только благодаря тому, что Бог в ней есть. И мы тогда можем спутать. Тогда, наверное, я и есть тот Бог, который делает мою Вселенную жить, вдыхнула жизнь мою Вселенную. Я – это Он. Это часто возникающая мисконцепция людей. Потому что на самом деле, хотя действительно, да, это наше тело, мы – существо, проявившееся днем. Но мы – лишь искорка Божественного сознания. Тогда как настоящая форма Бога, он проявляется в сердце и помогает нам уже использовать это тело. Без Его помощи мы беспомощны. И как раз во время глубокого сна наше сознание, оно доходит до сердца, и мы оказываемся очень близко с Богом. Единственное, что нам не позволяет обнять Его, прямо соприкоснуться – это то, что мы в невежестве, мы не освобожденные души, наше сознание пока еще настроено на материю. И поэтому сознание просто отключается, но мы чувствуем себя хорошо, мы чувствуем себя вечным существом, и мы чувствуем покой, какой-то необычайный покой. И лишь после такого глубокого сна душа, она действительно, просыпаясь, мы чувствуем – так поспал хорошо. После глубокого сна. Когда сновидения там какие-то, они мешают даже мне отдыхать, что-то снится и снится, хочется поспать, отдыхать. Тело не отдыхает. Но вот в глубоком сне, мы полностью отключаемся от всего, тогда становится хорошо. Потому что, ну, в принципе, душа – это вечное существо, и для нее быть ее в таком несовершенном теле – это всегда стресс. Это стресс. Потому что тело в такие рамки мне заглядывает. Все время что-то не ладится, и каких-то делут куча. Мир полон проблем вокруг. И поэтому, хоть мы и привыкли вроде уже здесь жить, но мы не можем без сна. Нам нужен сон, чтобы отключиться от всего. Просто все уже в какой-то момент наступает. Каждый день у нас такой момент наступает. Что мы, может, и хотели бы, но уже даже самым любимым делом заниматься бы. Мы уже не можем. Все надо спать, все бросить. Потому что мы хотим вернуться в состояние души, когда мы не тело, мы не ум. Чистая душа. И почувствовать близость вот этого с Богом. И говорится, что как раз в этом состоянии душа, она отходит. И полностью от тела. Она полностью забывает свое имя, свое место. То, что я в Финляндии так удачно родился. Или там, ну, оказывается, смог мигрировать сюда. Еще что-то. Или наоборот, что я в очень плохой ситуации. Я в концлагере нахожусь, и меня тут мочат фашисты. Но в глубокий сон он полностью вылетает. То есть он ничего не в концлагере нет, не в палаче. Он теряет, забывает об этом все. Только что он не вспоминает себя. Ну и вопрос мудрецов был, что если душа, она как бы совершенно отходит от тела, от всей людей, как же тело тогда продолжает существовать? За счет чего? Душа же, энергия души должна питать тело. Почему? Почему тело тогда бы, если бы в таком случае могло бы получиться, что тело просто начало распадаться? Но, однако, вот мы видим, что тело не распадается. То есть мы спим каждый день, и теперь просыпаемся. То есть тело, наоборот, оно как-то отдыхает и восстанавливается. И на этот вопрос дан ответ. Что происходит? На самом деле, во-первых, мы-то спим, но вот это божество дыхания, дыхание, муки прана, он не спит. Он никогда не спит. Он продолжает дышать. Как во сне, когда мы бодрствуем или когда мы не бодрствуем, мы даже не думаем о том, как мы дышим, но дыхание происходит все время, автоматически, всю жизнь. Он перестает выполнять эту функцию только в момент наступления смерти. Если наступает смерть, то есть по судьбе человека, душа уже не может находиться, либо тело уже совсем не голодное, либо какие-то грехи ему не позволяют находиться в нем. Тогда дыхание прекращается. Но вплоть до того момента оно непрерывно. Говорится, что это один из счетчиков, который измеряет нашу продолжительную жизнь. Мы можем в течение жизни сделать строго фиксированное количество вдохов и выдохов. И поэтому йоги, которые знают об этом, они с помощью пранаямы могут управлять своим дыханием, замедляют дыхание. Они учатся практикам замедленного дыхания, и поэтому они продлевают свою жизнь. Меньше уже. Допустим, к концу предполагается столько-то миллионов вдохов. И если человек обычно живет, то может быть к семидесяти годам он уже все исчерпал. А он замедлил дыхание, в два раза меньше вдыхал и выдыхал, и поэтому к семидесяти годам у него еще живет. Он может еще замедлить. Йоги порой живут тысячи лет за счет этого. То есть он просто меньше дыхал, отдыхает и выдыхает. Это просто искусство существования. И вот эта методика пранаяма, она тоже в общем-то полезна. Такие полезные вещи. Другой интересный вопрос описывается, как бы такое таинственное объяснение говорится, что происходит во время сна человека. Огонь сознания внешнего, он затухает. То есть человек вон спит, то есть не видно, что он пробудет. но в это время внутри него горят огни. То есть вот эти вот огни в теле, они в потоке дыхания они сравниваются со священными огнями, которые поддерживают в нашу жизнь. И говорится, что вот три воздушных потока – Апана, Прана и Дьяна – это три огня священных, которые горят в нашем теле. А другие два потока – Самана и Удана – это два жреца, которые, эти огни, их поддерживают, управляют. Мне довольно сложно объяснить, как это происходит. Но во время сна в теле продолжают дышать жертвенные огни, воздушные потоки жизнедеятельности. В них непрерывно идет процесс дыхания, который сам по себе является жертвоприношением Господа. Апана является огнем по имени Гархабхати, Яна является огнем Дакшинарии, Прана является жертвенным огнем Ахаванией. Воздушный поток Самана обеспечивает чередование вдохов и выдохов, которые подобны двум регулярных подношениям на жертвенные огни. Поэтому Саману называют жрецом Ахвани, который льет то на эту, то на эту, то на эту, то на эту, то поддерживает. И есть другой жрец. Удана является жрецом Мунгаты, который представляет Яджаману душе плод совершаемого жертвоприношения. А душа, она является заказчиком. Ахвани как раз, душа, она получает плоды тоже от нашей. Яджаману – это довольно сложная такая концепция. Как это получается, как видите, описано? Не знаю. Если хотите, вы можете прочитать. Побыстрее. Потому что сами словами объяснить довольно все растянутые. Прочитать? Хорошо. Во время медических жертвоприношений разные виды огня могут быть призваны с помощью мантры, гимна. В этом стихе объясняется, что три основных жертвенных огня – Гархопатия, Дакшинагни и Ахавания – проявлены в воздушных потоках в теле человека, и что процесс дыхания сам по себе в действительности является жертвоприношением Господу, совершаемым в муке праной, ради блага души, пребывающей в каждом конкретном теле. То есть вот это божество дыхания, он совершает жертвоприношение для нас, а мы получаем благо. Потому что это хозяин тела. В тексте хозяином жертвоприношения назван ум, манас. Однако ум не существует независимо, это инструмент души. И что же является плодом? В результате дыхания и жертвоприношения, совершаемого в муке праной, душа получает благо соприкосновения с Богом в сердце во время глубокого сна. она испытывает счастье духовного характера, свободу от всех видов подождествления с материей. То есть вот замечали, когда человек засыпает, сразу дыхание изменяется. то есть он дышит обычно, он заснул у нас и всё. Сразу начинает. То есть, ну говорится, что у нас вот эти воздушные потоки, они к сердцу подходят 100 каналов. Каждый из 100 каналов делится еще на 100 ответвлений и потом еще на 100 ответвлений. В результате у нас 72 тысячи разных каналов в теле. И эти 72 тысячи делятся на две половинки. половина из них работает во время годоксляния, половина во время сна. И во время сна они как бы переключаются. Сознание, дыхание меняется, в другой режим входит. И оно как нарастает. То есть мы слышим это от человека. Кто-то храпирит, он начинает так сильно дышать. То есть это сравнимо с тем, что вот этот воздух, он как разжигает. Если огонь, если огонь омахивает, больше воздуха, больше подливает топливо, и он такой в огонь возрастает. И в результате, чем больше вот этого подношения в огонь, это Господь удовлетворяется, и он дает награду живому существу, что оно в раз, и получает глубокий сон, опускается в сердце. Но это вот храткое такое объяснение. Здесь есть еще подробности разные о том, как это каждый, почему именно каждый из этих воздушных потоков определенный огонь. Но это довольно техническая информация, невозможно даже сказать все. Может быть, кому интересно, просто могут взять книгу на моей армии. Какая страница? Это значит, на странице 332, и почитать этот раздел. То есть тут подробно описано, какой Мадвачай он, какой воздушный поток, каким огнем является, как он проявляется, как вот это жертвоприношение происходит. Но идея в том, что эта концепция интересна тем, на самом деле, что она показывает, что в мире все существует за счет жертв. Когда мы чем-то жертвуем, тогда мы получаем. И главная жертва, которая должна происходить, это жертва Всевышнего. Это жертва Всевышнего. И служение Всевышнего. И это служение, даже если мы не знаем об этом, оно происходит в нашем теле. То есть мукья прана, божество дыхания, использует наше тело, чтобы послужить Богу. Но и мы, как сознательные существа, можем либо помочь ему, либо наоборот мешать. То есть если мы начинаем помогать ему, то эта жертва Проношения улучшается, эта жертва больше становится, чище, совершеннее. И тогда и нам хорошо становится, и всем вокруг. У нас и здоровье может улучшиться, у нас и сознание будет просветленное, и мы будем больше радости, блаженства испытывать. Или же наоборот, если мы мешаем, живем неправильно, и в гармонии с Богом. То тогда грехи, вот эти какие-то пороки, они оседают на человеке. И они называют различные проблемы, поливающиеся болезни, недомогания, глупость, невежество. То есть разные ступени, заградации. И вплоть до того, что падение в низшие нормы существования или в адские меры. То есть это все плоды не сотрудничества с Божественными силами. Кратко говоря, а так вот. То есть это жертвоприношение, оно уже само собой происходит. В принципе, поэтому святые мудрецы, вот, допустим, есть учителя Бактидан, он принес учение вайшнавизма, и он учил, что обязательно нужно, желательно все, что мы принимаем, пищу, предложить ее Богу, осветить. Для чего это делается? Для себя или для Него эта пища нужна? То есть это для нашего блага. Потому что Богу эта пища не нужна, Он ее не съест. То есть Ему нужна просто наша любовь и внимание. что Он Отец, Создатель, Он нам все дал, Он нам посылает. Но так как маленький ребенок, он вначале, пока у него совсем животное, он все тянет в рот, как Вишаваса рассказывал, на встрече. Но через какое-то время, когда сознание расширяется, он начинает понимать, что можно делиться, оказывается. Он начинает, хочет кого-то еще угостить. Он может не все себе себе. Он не такой маленький эгоист. Он начинает нравиться отдавать, жертвовать. И если мы благодарим Всевышнего, принимаем освященную пищу, то это обращается для нас благом. Но в принципе здесь говорится, что, ну или такие примеры есть, что некоторые святые, которые в совершенно высочайшем уровне сознания, они даже не предлагают. Они просто живут в сознании Бога. И даже какие-то формальные ритуалы, им не обязательно там все «бум-бум-бум», колокольчики, там все, сделать сложные ритуалы. И в конце концов – все, сделал. Все, что они принимают, они видят это как милость Бога, и они в таком сознании живут, что автоматически это освещено. И здесь описано, что как раз внутри у нас встроен механизм, что любая пища, она само собой может оказаться предложенной. Потому что вот то, что мы видим, если мы смотрим духовными глазами, то эти объекты, которые мы наблюдаем это дар Богу, мы как бы возвращаем Богу дар. Все, что мы съедаем, мы благодарим Его, что Он нам послал это, спасибо. То есть это уже само собой становится предложенным. для кого-то это может опасная философия быть, потому что они скажут – ну ладно, очень просто, тогда ей ничего не надо предлагать. Этому ничего не надо было. Этому ничего не надо было. Этому ничего не надо было. А вдруг все начали предлагать, а потом опять все забросили. Да. Но нам учиться надо. То есть эти немножко кидая ритуалы, они помогают в нашем доме. А в принципе существует такой уровень, тогда само собой все заболевается. И поскольку наши чувства – это огни, через которые жертва идет Бога. И сказано уже, что чувства – это наши огни, это огни внутри нас. Поэтому если на эти огни мы все, что бросаем – хорошие вещи, то это пойдет к Богу. Мы туда раз кекс забрасываем – все к Богу идет. Хороший кинофильм посмотрели, получили вдохновение какое-то. Это тоже может в принципе что-то к Богу пойти. Если действительно стоящее что-то. Просто как внутри людей. Мы с хорошим человеком встретились, пообщались. Мы тоже Богу все скидывали. Таким образом, такая особая тонкая жертва возможна. Это как раз говорится, что возвышенные личности, они находятся в сознании Кришны, не то что в какое-то время, когда они в храме, а в течение всей жизни. В каждый момент они жертву совершают. Что бы они ни видели. Я встретил сегодня такого замечательного духовного человека. То есть это моя жертва замечательная. Пусть Господь порадуется. Я смотрю на Него. Ну там, верю. Ну и типа того. Разные. То есть даже для этого не надо каких-то… Те, кто научились жить в таком состоянии, им не нужно вот это усилие прикладывать. Само собой это все. Это дорожка к совершенному духовному сознанию, о котором мы говорим. Это не значит, что сразу и моментально получится подняться на такой спонтанный духовный уровень, но в принципе вот эта цель мы можем понять на примере святых, понять на основе наставлений, которые здесь описаны, как это возможно вообще обрести такое состояние. Ну вот, кратко говоря. То есть философия, она очень глубокая. Я вот пытаюсь как бы ее охватить, объяснить в воздумках. У меня вопрос. Я тут выходила, не слышала. Может быть, я не поняла, не уловила суть, да? Но когда я зашла, я сразу поймала то, может быть, что меня волнует или что, или как-то сразу заострилась. То есть, если божество дыхания использует нас в жертвоприношении Богу, то получается у нас, в общем-то, никакого выбора нет у человека, да? Мы или помогаем ему, божеству дыхания, или мешаем. Все. Свободный выбор у нас, зачем мы здесь находимся? Только как орудие в руках божества дыхания. Ну, мы не то, что орудие, он это делает не для себя. Я понимаю, да, не для себя, но он нас использует для этого, да? Нет, он не нас использует. То есть, это обоюдно. Он, мы не можем существовать, поскольку наш уровень сознания такой, духовно не достигший. Да. Можно спросить еще? Ну, здесь вот такая мысль произведена. Разные люди есть, да? Говори, кто-то идет хоть он, кто-то не идет хоть он, кто-то еще пока думает, кто-то вообще-то не собирается выглядеть, кто-то приходит с мешок. И в сердце, Господи. Вот, когда любовь проявляется тем, что он дает как раз конкретное тело, я так понимаю, да? Каждому дает свое тело. И вот это божество дыхания, оно, за счет того, что оно само служит внутри автоматически, оно дает практически тот же самый вопрос. Да, как любовь проявляется для Господа. Просто то, что тело дало. Вот это любовь, что ли, или в чем? Любовь к Бога к нам. Да. То есть, заказчик – душа. Но душа даже может и осознать ищи себя. То есть, у нее другие желания, какие-то материальные, воспрожденческие, и вообще у нее просто чисто эгоистические желания, ощущения. То есть, все равно Господь дадет все эти вещи. Ну да, да, любовь к Богу, она проявляется. Он дает нам возможности реализовывать себя и существовать. Да. Он дает нам возможности для наслаждения, для деятельности. То есть, самое важное, то, что человеку нужно сам проявить тебя, и это вам дает нам возможность помочь в теле. То есть, в принципе, все люди нужны? Хорошие, плохие, какие-то такие, в принципе, нужны? Или… Ну, конечно. Кто-то не нужный. То есть, для Бога все нужны. Ну, просто в соответствии с их уровнем сознания они могут действовать. То есть, он не различает, что только Божествию на остальных надеюсь. Уничтожить. Уничтожить. То есть, получается, что вот именно тогда вопрос о том, что мы живем за счет жертв, как бы, в дыхании нашего является жертвой Господа. Да. То есть, это жертва… То есть, ты осознан, да? Но без жертвы… То есть, видите, это толкий знак, что без жертвы, даже хоть какой материалист, без жертвы он не может существовать. И поэтому лучше бы, если бы он осознал это, и он стал помогать в этой жертве, и сам бы тоже начал осознанно что-то делать, служить, и тогда это будет для него путем духовной эволюции. Потому что, в противном случае, ну, душа, она может просто вот топчется на месте, как вот в Багово, там, в Писании написано, что те, кто ничего духовного им делают, они фактически не живут. То есть, они… потому что, ну, у них очень… они не испытывают в сердце той настоящей радости, которую могли бы испытывать. То есть, у человека такой кладезь в сердце. То есть, если он соприкасается с Богом, он может невероятное счастье испытывать. А он совершенно забыл об этом, накопается какой-то в грязи, там, какие-то вещи, носок какой-то перебивает, и думает, что что-нибудь ценное найти здесь, в помойке. Есть люди такие. Да. Есть еще вопрос у Вида. Какой возник? Скажите, а вот здесь у нас, вы, значит, во время сна, то есть, вы потеряли били спину, то есть, вы устали, там, все это как бы объясняли. А в духовном мире получается, что нет сна? Или есть? Да. То есть, духовное сознание, оно у каждого из нас потенциально есть. Но оно, это сознание у нас не раскрыто до определенного момента. Вот этот тенджес, он как бы, когда у нас возрастает, мы начинаем приближаться к духовному сознанию, чуть-чуть оно приоткрывается. Но когда оно полностью открывается, то это, как бы, мы входим в новое измерение. То есть, это наоборот, ну, говорят же, что есть радость, мы живем в трехмерном измерении, а есть какие-то, ну, находясь здесь, мы можем вдруг раз окунуться в другую реальность совершенно. Даже материальную, как бы, тонкую реальность. А самая, самая тонкая, ну, или вообще, трансцендентная реальность, ну, то есть, вместе с нами всегда рядом, как раз вот этот тенджес, когда удана достигает макушки, мы это как раз обсуждали, может, кто-то пробовал эту медитацию в состоянии Дхьяна. То есть, идея в чем, что удана достигает макушки, и на макушке это описано, что это одно из четырех особых мест, где Бог особым образом проявляет теле человека. То есть, мы упомянули три. То есть, через глаза мы видим час. То есть, мы бодрствуем, и мы воспринимаем ее. Пробужден потом сон здесь, это другая чакра. То есть, глаза, она связана с чакрой внешнего восприятия в голове, сознание. Говорим потом сон, что-то промежуточное состояние. И глубокий сон в сердце. Но есть четвертое, это сахасрара чакры, лотос с тысячей лепестками. И когда он активируется, раскрывается, там еще что-то отверстие на голове есть. Это прахмарандра. То есть, это дверь в духовную реальность. Если пран созревает у нас, это начинает шевелиться. То есть, кто занимается духовной практикой, мы имеем опыт, что какие-то чувства духовной радости, экстатические переживания, то есть, оно начинает шевелиться. Мурашки, когда хорошее ощущение возникает. Это как раз уже признак, что оно начинает активироваться. Мы получаем вот этот опыт. И если это полностью раскрывается, и наше сознание доходит до этого уровня, человек испытывает несказанное блаженство, именно связанное с духовным бытием. И, войдя туда, он входит в духовную реальность и встречает Бога лицом к лицу. Это в турии. В духовном мире это как, да? В духовном мире там и нету вот этих классов. Там может быть даже йога-нигра, какой-то сон, но это не вежественный сон. То есть, в принципе… Это игры, конечно. Да. То есть, это не как сон с идеологией. Вежество… А если, когда-то, когда-то человек вообще никогда в глубоком сне не бывает? Практически всё время сон. Что это означает? Тришко беспокойный ум? Ну, всё равно это, согласно йоге, считается, что глубокий сон, может быть, он просто короткий. Но бывает. Не бывает. А у каждого он есть каждый день. По крайней мере, согласно юридическим писаниям, сон наступает. Может быть, он достаточно короткий, человек даже не успевает насладиться и счастьем. Но некоторые люди говорят, что вообще сны не веют практически, а некоторые их практически всегда видят. Это что означает? У кого-то беспокойному, а у кого-то спокойным? Ну, что-то связано с кармой, потому что часть кармы, она отрабатывается во сне. То есть, и те, кто может быть мало активны в пробуждённом состоянии, поэтому у них ещё то, что они опыт в течение пробуждённого бодрости не получили, не закончили свои дела, то поэтому приходится во сне отрабатывать ещё. А кто действительно наработался, напахался, понял, ящик, ещё никаких снов, сплошной глубокий сон сразу. И он просыпается, он говорит, мудрый и здоровый.